Исполнять музыкальные произведения так, чтобы руку ученика невозможно было отличить от профессиональной игры педагога. Именно так, говорит Инна Монастырская, обучают детей здесь, в одной из лучших детских школ искусств страны. Выпускница этой же школы, а затем и Академии Гнесиных Инна Монастырская вот уже два десятка лет воспитывает в детях любовь к искусству. Сейчас, конечно, это не очень просто в силу такого шага вперед индустрии развлечений. Поэтому на занятия музыки особенно нужно очень много времени свободного, потому что это не просто выучить стих или какие-то точные науки, где ты просто должен четко знать определенные правила. Это все-таки борьба внутри себя, творческое развитие личности, своих физических данных, а на это требуется время. Сегодня Инна Монастырская совмещает работу с общественной деятельностью, в которую она включилась в начале пандемии, когда потребовалась помощь добровольцев для людей на самоизоляции. Мы собрали штаб волонтеров из числа наших педагогов и приносили продукты, лекарства из аптеки. Все это движение в нашем городе превратилось в движение поддержки социально значимых инициатив «Химке интересно жить». Вместе с добровольцами Монастырская регулярно навещала ветеранов Великой Отечественной войны, которые рассказывали о своей жизни в сороковые. Неравнодушные жители решили увековечить воспоминания героев. Появилась идея проекта «Виртуальный музей». Сейчас истории участников войны собраны на портале «Химке 1941-1945». Все для фронта, все для победы. На этом ее работа в качестве активиста не закончилась. Когда пандемия отступила в рамках движения общественной поддержки социально значимых инициатив, Инна Монастырская встречалась с трудовыми коллективами ведущих химкинских предприятий, сотрудники которых выступали с различными предложениями по улучшению города. Например, с идеей превращения старой библиотеки на улице Калинина в современный библиохолл. Жители предлагают провести ремонт и вдохнуть новую жизнь в эту библиотеку, поделить пространство на несколько тематических зон, для того, чтобы химчане разного возраста могли приходить и, не мешая друг друга, проводить время, занимаясь абсолютно разными интересными направлениями. Сейчас на сайте Хижи онлайн собраны десятки предложений от жителей города. Любой может проголосовать за понравившийся проект. В первую очередь будут реализованы инициативы, которые наберут больше всего голосов. Поэтому уровень комфорта в городе будет зависеть от активных и неравнодушных жителей химок. Уверена, что инициатива химчан – это путь к позитивным переменам. И только совместными усилиями мы можем сделать наш город лучше и комфортнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова